Здравствуйте, город Канебадам. Канебаду, город, с 1937 года, в Сагдийской области Таджикистана. Расположен в юго-западной части Ферганской долины, на Большом Ферганском канале, проходящем по южной окраине города, в 6 километрах от железнодорожной станции Канебадам. Старое название – Мельниково. Через долину, в которой стоит город, протекает река Исфара. История город Канебадам является одним из самих древних поселений Средней Азии. Впервые название города Кант, означавший населенный пункт, упоминается еще в VIII веке. Происхождение названия связанное со словом «бодом» – Миндаль, Перс, запятая Канебодам, источник Миндаля, город Миндаля. Кант по своему географическому расположению имел все условия для компактного проживания людей в древности. Археологические раскопки, проведенные в районе Канебодама, показывают, что культурные поселения в районе этого города существовали во II тысячелетии до н.э. В последних научных исследованиях, которые основываются на изучении бессмертной поэмы Абуль-Касима-Фердеуси-Шахнами, есть версии о том, что Канебодам три тысячи лет назад именовался Канабад, и война между иранцами и туранцами шла в местности от Канабада до Раябада, нынешний Равад. Источник не указан 728 дней его природные условия, а именно расположение в низовьях речки из Фарасай, способствовали возникновению и развитию сельского хозяйства, увеличению числа населения, а также возникновению и развитию разных отраслей ремесла. Канебодам в прошлом был очень развитым и процветающим городом Средней Азии, известным под названием Кант. Первоначальным документом, где Канебодам упоминается как Кант, является письмо посла Фату Варна, которое было написано приблизительно в 712-713 годах и было адресовано владыке города Сокда-Диваштаку, когда намавиранахр на полку Тайба ибн Муслим, главнокомандующий арабской армии. Из этого документа можно сделать вывод, что Канебодам существовал и до нападения арабов. Великий путешественник и знаток географии IX века Ал-Истахри в своей работе Алмоликва Эль-Масолик упоминает город Кант и утверждает, что он относился к Сагдийской области. Позднее, в конце IX века, известный арабский историк и знаменитый географ Макадаси, 944-990, который путешествовал по Харасану и Мавираннахру, в своем труде Ахсанулицитакасимфимарифаталакалим дает сведения о городе Канде и упоминает о том, что по центру этого города проходил ручей. Краткие сведения о Канде даются в книге географии великого визиря Саммонидов, Джайхани. Автор, характеризуя город Хаджент, говорит, что нет равного Хадженту города, кроме Канда. На основании высказывания Джайхани ясно, что Кант относился к Хаджинской области и как самостоятельный город развивался уже в X веке. Канебадам издревле во всем мире славился своим миндалем. О славе миндаля этого города упоминается в поэтическом наследии Хакима Сузани Самарканде, дата смерти, 1179 год, и в стихах Канебадамского поэта XII века Шеевха Боба Табиби Фаргани. Арабский историк и поэт Якутихам Ави, умер в 1229 году, в своей книге «Муджам улица Булдон» пишет, «Кант из-за обилия миндаля стал известен как Канебаду, город, богатым миндалем. Здесь миндаль очень вкусный и с хрупкой скорлупой, скорлупу можно сломать пальцами». Точно такое же сведение о Канебадаме дается в Бобур нами поэта и государственного водителя XVI века Зухуриддина Мухаммада Бобура. Отсюда следует, что древний Кант, начиная с XII-XIII веков, получил название Канебаду, и под этим именем он известен до настоящего времени. Здравствуйте, подписывайся.